Рады видеть, что вы сегодня с нами. Слава Богу, сегодня прекрасный день. Хорошо, когда можно прийти и увидеть вас всех здесь. Прежде чем начать, хочу помолиться. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что мы можем приходить к тебе, свидетельствовать о тебе и слышать свидетельства о тебе. Святой Дух, наполни сегодня мое слово. Пусть Господь говорит через меня. Дает новые откровения людям. За все тебя славим и благодарим. Славим тебя за всечку тебя благодарим. В имя Туна Иисуса Христоса. Аминь. Сегодня хотелось бы коснуться темы, которую многие из нас сталкиваются так или иначе. Искам да докосна тема, с которой всички се сблскват. Страх или как с ним бороться. Страх и как да се борим со снегом. Существуют два типа страха, о которых говорит Библия. Существует два типовый страх, за който говорит Библия. Первый страх – это страх Божий. Первый страх – это Божий страх. С ним все в порядке, с ним бороться не надо. С него всичко. Он полезен и должен поощряться. То е полезен и трябва да е поощрен. Второй страх – это страх человеческий, животный страх. Второй страх – это человеческий страх, животинский. Это тревоги, это какой-то ужас и кошмар, который постигает человека. Това са тревоги, ужаси, които стигат хората. Страх за себя, за свою семью. Страх за себе си, за своето семейство. Заболеть какой-то неизлечимой болезнью. Страх да боледуваш от някаква болезн, която не се ликува. Возможно, страх за будущее, чего-то не получить. Страх за будущее, страх да не получиш нещо. Или какая-то тревога из прошлого, которая до сих пор тянется и что уже нельзя никак изменить. Или тревога от минало, която все още е с теб и мислиш, че нищо не може да се промени. Сам по себе страх – это такое очень неприятное переживание, негативное. Сам по себе си страха и много неприятно и негативно преживяване. Это то, что одновременно може человека парализовать. Това е едновременно, което може да парализира човек. И с другой стороны може заставить его сильно паниковать. И от друга страна може да го накара да се паникосва много. Человек, когато находиться в подобной ситуации, чисто физически и ментально, неестественное ощущение получает. Кого-то бросает в жар, кого-то наоборот в холод. Някои стават им много горешно, на някои им става много студено. В този момент може да му се повръща на този човек. Кому-то очень хочется в туалет. У кого-то сухость во рту или там дрожат коленки. Это чисто физическое состояние. А ментальное — это какая-то суета, беспокойство, переживание и просто в голове неразбериха. Кому-то из вас приходилось переживать подобные чувства? Я куда ли переживала таков страх? Я тоже долго думал, что бы привести в пример. Один из примеров такой очень яркий из детства. Я тогда еще не был так близко знаком с Богом. И, наверное, поэтому так сильно испугался. Эта ситуация была, когда я возле своего дома пошел кататься на горке зимой. И я был на горке один и услышал вой или плач щенков. Там рядышком были сарайчики, гаражи. И я пошел на этот вой, на этот плач. И там под гаражом был такой подкоп. И в ней лежало там 3-4 щеночка таких маленьких. А я возрастом примерно, как наше злата. Я увидел этих щенков, скорее брать их на руки. Я понимал, что их нужно согреть, им холодно. Я взял одного щенка, взял другого щенка. Они у меня вываливаются. Ну, я взял одного крепко и начинаю отходить от места, где они лежали. Не знаю, куда я собирался его нести вообще. Но я вышел из-за гаража и прохожу в таком тоннеле между двух гаражей. И меня навстречу встречает мама этих щенков. Я понимаю, что мне нужно успеть развернуться и по скользкому снегу бежать. В этот момент я просто роняю щенка. Начинаю кое-как убегать. Я даже не знаю, сколько успел сделать шагов. Как почувствовал, как меня схватила за ногу собака. И следующий был, по-моему, за руку. Но она меня долго там не рвала. Потому что там был ее щенок, который плакал. Она его схватила и понесла в гнездо. В этот момент, конечно, все у меня тряслось и беспокоилось. И когда более-менее отпустила. Меня накрыл второй страх. Как сейчас идти с порванным комбинезоном и курткой. Да, и сказать маме, что меня покусала собака и одежда порвана. А этот комбинезон долго ждал, когда я подрасту. Он достался мне от сестры и был почти новый. Да, и это вот был второй страх. Вернуться домой и показать маме, что все порвано. Я уже не помню, какие тогда были последствия с мамой. Но не это важно. Но, наверное, будь я тогда верующим, знал бы я так Бога, как, например, сегодня знают многие наши дети. Возможно, в тот момент я мог бы быстро спрогнозировать. Призвать имя Господа на это место. И приказать собаке. Не знаю, что бы я ей говорил. Конечно же, собака является мамой этого щенка. Но думаю, что Бог бы повел эту ситуацию правильно. И вот еще есть одно свидетельство. Оно буквально свежее. Это другая сторона, когда ты уже с Богом и знаешь, как бороться со страхом. Это буквально на этой неделе было. Я приехал на машине пройти техничный прегляд. Мне нужно было подготовить машину к тому, чтобы отдать ее в аренду. По времени я понимаю, что я не успеваю из-за пробок и очереди на станции. Уже такое чувство неприятное, что я опаздываю, подвожу, возможно, людей. И в момент, когда нужно двигаться по очереди, я завожу машину, пытаюсь включить передачу. В момент, когда мы двигаемся кулей, я запалываю кулей, включаю передачу, которая не включается. Пытаюсь начать опустить стекла, они тоже не опускаются. И тут же у меня такое чувство, что я и так опаздываю. А у меня машина еще неисправна. Как я пройду техосмотр, как я сдам ее в прокат. Люди приехали из другого города и ждут сейчас меня. Я тут же машину заглушил. Убрал всю суету и беспокойство. Вспомнил Сашу на предыдущую проповедь. Тут же начал молиться, призывать имя Господа. Право сглашать. И в молитве мне пришла мысль, я думаю, Бог мне ее послал. Иди подними капот и отключи аккумулятор. Сними клемму с аккумулятора. Я сразу же так и сделал. Перестал молиться, побежал поднимать капот, снял аккумулятор. Посчитал там в уме до 30. Не знаю почему. Поставил на место, прихожу, ну все, Господь, заводим. Все, я завел, все прекрасно включилось. Все опускаются. Я спокойно, слава Богу, поехал по очереди дальше. А там уже стоять, ждут, давай, давай. Ну вот, яркий пример, когда ты уже с Богом и знаешь, как в такой ситуации распоряжаться молитвой и что делать. Страх приходит тогда, когда ты прекращаешь контролировать ситуацию. Кто здесь водитель? Поднимите руку. Меня водители точно поймут, что когда ты едешь по сухой дороге, у тебя все в порядке с машиной. Ты чувствуешь себя уверенно. Музычка, ты такой весь красавчик. Нет никакой тревоги. Все в порядке. Ты контролируешь, ты полностью контролируешь ситуацию. И другая ситуация, когда ненастная погода. Идет сильный дождь или снег. Плохая видимость. Дорога очень скользкая. Ты вроде бы соблюдаешь все правила дорожного движения. Контролируешь скорость, возможно, едешь даже скоростью ниже, чем положено. Но бывают случаи, когда машина теряет управление, ты теряешь контроль и ее заносит. Има случаи, когда ты, колата губишь управление, ты губишь контрол и колата започва да завива. Сама, без да я контролируешь. Ты пытаешься крутить руль в одну сторону, в другую сторону. Започваш да въртиш в улана в едната посока, в другата посока. Тормозишь или газуешь. Натискаешь спирачки или гаста. Но машина не слушается. Но колата не те слушам. Неконтролируема. Въобще не можешь да я контролируешь. Продолжает уходить за нос. И тя продължава някогато да завива. Кто-то сталкивал се с подобной ситуацией. Някой дали е преживявал подобно. Например, так же происходит и со страхом, когда ты теряешь контроль. Така се случва и со страха, когато ти губиш контрола. И в этот момент мы чувствуем себя очень дискомфортно. В този момент чувстваме се много дискомфортно. То есть так же, когда у человека запланированы какие-то серьезные расходы. Аренда квартиры, оплата счетов, прокормить семью. Это могут быть достаточно высокие суммы. Они у человека запланированы, но по доходам он понимает, что не может все это оплатить. И в этот момент опять приходит страх, тревога. Человек не может нормально спать, есть. И начинает искать какие-то способы и варианты, как выкрутиться из этой истории. Впоследствии многие люди, которые живут в миру. Начинают придумывать какие-то нелепые истории. Легенды, чтобы не заплатить по счетам или за аренду. Обманывают, чтобы взять деньги в долг. А после, когда необходимо возвращать эти деньги. Придумывают еще более нереальные истории. Чтобы не возвращать эти деньги. Откладывают этот момент. И максимально избегают человека, чтобы не возвращать. И человек все больше и больше погружается в страх и уже как следствие в грех. И человек все больше и больше путывал в страхе и как следствие в грехе. Именно в такие минуты дьявол крадет у человека покой. В тези минуты дьявола открадва покой от человека. И его цель является погрузить нас в грех. И целута на дьявола се явяла, да ние да потянем в греха. И в этот момент человеку очень сильно нужен Бог. В този момент человек много се нуждае от Бог. Я уверен, что каждый, кто впускает в эти минуты Бога, спасает от этого страха и греха. И находит решение своих проблем. Лично я не знаю другого способа. Давайте откроем Библию. Евангелие от Иоанна, 10-я глава. Десятый стих. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Знаете ли вы, сколько всего из того, что Бог сказал сделать человеку, дьявол не дал сделать, потому что не хотел, чтобы в результате послушания Богу случилось то, что могло бы случиться. То есть врагу даже не надо бороться с нами. Врагу даже не нуждаясь бороться с нами. Не нужны какие-то события, не нужны какие-то страшные, возможно, события. Не самые нужные некие страшные события. Достаточно просто подкинуть одно сомнение. И мы уже сами такие, я, наверное, не пойду сегодня в церковь. Что обо мне подумают? Вдруг я им не понравлюсь. И кое-кто сегодня с опаской ходит в церковь или вообще не ходит в церковь. Някои ходят на церковь со сняков страха или вообще не ходят на церковь. Только потому, что в прошлой церкви пережили какую-то неприятную ситуацию. И этот страх до сих пор их преследует. И тоже страх ги преследувам. Они пытаются прошлый опыт мерить на сегодняшний. И те просто този миналия опыт через този минал опыт те поглеждат сега, сегашното время. Некоторым нужно уволить дьявола с должности советника в нашей жизни. Някои трябва да уволнят дьявол от должността советника в нашия живот. Многие просто обращаются ни к тому источнику, чтобы... Някои се обръщат към... Не този источник. Источник, към който трябва да се обръщат. Чтобы узнать, что их ждет в будущем. За научат какво ги чакат в бъдещето. Поэтому люди порой закрываются дома. Някои подходят се затварят в къште. Закрываются в себе. Затварят се вутро в себе си. Переживают параною, тревогу. Те имат параноя, тревога, депрессия. Очень яркий пример, как дьявол в короткий промежуток времени. Много яркий пример, как дьявол за кратко время закрыл миллионы людей по домам. И затворил миллионы хоров по домовете си. Просто в один момент сказал, что пандемия, и все закрылось. В один момент се появила пандемия, и всичко се затворило. Не знаю, правда или нет, что из-за пандемии коронавируса. Не знам, дали истина, че заради пандемия-то. Погибло больше людей не от самого ковида, чем больше от причин, которые родились благодаря страху и панике. И в этот момент ты думаешь, какого советника послушали вообще эти люди? Кто-то перестал тогда ходить в церковь. И по-прежнему не вернулся. Начал сомневаться в Боге. И чав во всем этом цель. Кто преследовал такие цели? Страх сковывает и заставляет нас принимать подобные решения. Можно бесконечно долго приводить примеры. О чём думают и переживают люди. То, на чём они фокусируют своё внимание. Во что верят. И страх — это тоже вера. Только по факту в негативный исход, как следствие. Так вот, Иов, 3 глава, 25-26 стих. Иов, 3 глава, 25-26 стих. Яркий пример. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Мы получаем то, во что верим. И, возможно, мы это даже не проговариваем. Но где-то глубоко на подсознании своём существует этот страх. И это значит, что мы каждый день где-то живём в страхе. Това означает, что мы каждый день някъде живём в страхе. Даже не осознавая этого. Дори без да го осознаваме. И в этот момент страх затуманивает истину. В този момент истината истината поражает наш разум и меняет наше направление. Поразява разума ни и променя посоката ни. Безжалостно диктует свои условия. Безжалостно диктует свои условия. И лучшее оружие это вера в Иисуса Христа. Когда ты в доверии Богу, ты веришь, что у Него всё под контролем. Ты не будешь впускать все эти страхи и бояться за свою жизнь. В Евангелии от Марка, 5 главе, 36 стих, вторая часть этого стиха, говорит Иисус, не бойся, только веруй. Также в книге Иисуса Навина, 1 глава, 5 стих, Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Далее Исайя, 41 глава, 10 стих. Исайя, 41 глава, 10 стих. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя, десницей правды моей. И Бог прекрасно знает, что нам страшно. Бог много добре знает, че имаме страх. Возможно, да, какие-то ситуации, с которыми мы сталкиваемся, они действительно страшны. И сигурно някакые ситуации, с които се сблускаме, наистина са страшны. И спасибо Ему, Он щедро разбросал по всей Библии. Благодаря на негу, че той раскрыли у путься в этой Библии. Местописание ободрения против страха. Местописание, което не давать надежды. Начиная с книги бытия и до книги откровения. И свыршвайки в книгу то откровение. Бог многократно напоминает нам. Бог много пытя не напомня. Говорит, не бойся. То, оказывание се страхувай. Не бойся быть одному. Не бойся быть слишком слабым. Не бойся не быть услышанным. Не бойся, что твои нужды не будут услышанными. Все чаще и чаще повторяет, не бойся. И когда человек знает Бога, когда человек твърдо стоит на Слове Божьем, тогда у него и мыслене, нет о том, чтобы бояться. Тогава той няма и мисъл да се страхува. И позволяет страху управлять его жизнью и обстоятельствами. И той няма да позволим на страху да управлява в негове живот. Мы не позволим страху затуманить наше видение. Няма да позволим на страху да замедли нашу веру и наши мечты. Именно потому, что мы следуем за Христом. Мы знаем, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Аминь. Да, мы не знаем, что нас ждет в будущем. Да, не знаем, какого не учаква в будущем. Но мы знаем, в чьих оно руках. Но не знаем, в чьи реце это. Так что, большое спасибо Богу за то, что когда-то Он дал нам понимание, что мы действительно спасены. Освобождены от всех грехов. Всякие страхи, которые сегодня возможно закрадываются в наши сердца. Прямо сейчас разрушаем их. Мы стоим крепко на Божьем Слове. Уверены в завтрашнем дне. В том, что Бог нас не оставит. Потому что Он нам так сказал. Спасибо тебе, Господь, за сегодняшнее Слово. За то, что мы имеем все, что у нас есть. За то, что мы освобождены от любого страха. За то, что мы здоровы и счастливы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Слава Богу. Спасибо.